В общем, медицинам 51 балл проходит. Завтра он как будет нечесть 51 балл? Это же позор! Племянница женат Шалдарбековой набрала на едином национальном тестировании 124 балла из 140 возможных. Но даже с таким результатом не может претендовать на государственный грант. Каково же было удивление семьи Шалдарбековых, когда в списках на право обучения за казенный счет они обнаружили абитуриентов с результатом 51 балл. Коррупция? Коррупция? Больше у меня сомнений, слов нет. В этом году казахстанские школьники впервые сдавали выпускные экзамены по новым правилам. Раньше выпускник один раз проходил единонациональное тестирование ЕНТ. Это был и выпускной, и вступительный экзамен одновременно. Теперь вернулись к старой или традиционной системе. Выпускные экзамены сдавали в школе, а аббревиатурой ЕНТ назвали вступительное тестирование. По старым правилам обладатели знака «Алтенбельга» – это аналог золотой медали – поступали в вузы вне конкурса. По новым правилам их должны были принимать на общих основаниях. Во всяком случае, так проинформировали родители. Потом это решение отсрочили до следующего года. В итоге медалисты, которые едва набрали пороговый балл, автоматически оказались в списках обладателей грантов. Айгуль Жумабаева набрала 131 балл из 140, но, несмотря на один из самых высоких результатов в стране, учиться за государственный счет, скорее всего, она не сможет. Я хотела бы вообще уехать в другую страну, куда-то в другое место учиться, где есть справедливость. В прошлом году на знак «Алтенбельга» претендовало около 5000 школьников. Больше половины так и не дошли до финишной прямой, не прошли через сито единого национального тестирования. В этом году все намного проще. Выпускные экзамены сдавали в школе, и все 4500 потенциальных отличников, как по мановению волшебной палочки, стали обладателями сначала золотой подвески, а затем и государственного гранта на обучение. Мне сказали, алтенбельгейцев мы пропустили, потому что в прошлом году были суициды. А наши дети и стали, что ли? Министр образования и науки Ирланд Сагадеев эту ситуацию объяснил малым количеством грантов на популярные специальности – экономические, юридические, медицинские. К тому же большинство абитуриентов стремятся поступить в вузы Астаны и Алматы, а бюджетных мест в учебных заведениях этих городов меньше всего. Чиновник даже назвал родителей абитуриентов неопытными. Каждый год новое, неопытное поколение родителей в этот процесс подходит, и очень важно к следующему году их правильно подготовить. Министерство было вынуждено реагировать на возмущение родителей. Полторы тысячи недостающих бюджетных мест хотят перекрыть за счет грантов, которые выделяют университеты и руководители областей. Откликнулось уже десятки университетов, Акиматы. Если потребуются гранты со стороны министерств, то мы этот вопрос будем рассматривать отдельно. Обладатели знака Алтенбельга, которые набрали наименьшее количество баллов, тоже проверят. Из четырех с половиной тысяч медалистов 800 человек показали результат на уровне 80 баллов и ниже. Будет назначена проверка в тех школах, где обладатели Алтенбелги показали низкий результат во время ГИНТ. Министерство образования обещает, что все, кто показал хорошие результаты на вступительных экзаменах, все же будут учиться бесплатно. Чиновники заверяют, что такого больше не повторится. Законопроект, в котором прописаны новые правила выпускных и вступительных экзаменов, уже поступил в парламент. Но абитуриентам 2017 года от этого не легче. Будут они учиться бесплатно или нет, пока неизвестно. Есть такое понятие у детей, ну они учатся в школе, скажем так, патриотизм какой-то. А сейчас нет. Даже у меня его нет. Айнур Коскин, организат Успанов, настоящее время. Субтитры создавал DimaTorzok